Здравствуйте, меня зовут Георгий Шапаев, и вы смотрите Схемы Ньюс, проект программы журналистских расследований Схемы. Нас часто спрашивают, как ведут себя фигуранты наших сюжетов, несут ли какую-то ответственность, как это все влияет на их дальнейшие дела и реагируют ли на наши расследования правоохранители. Нам есть что рассказать об этом. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор. Она не раз попадала в фокус внимания Схемы. Мой коллега Александр Черновалов изучил неафишируемые связи ее брата с бизнес-структурами, связанными с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Обратил внимание на белые пятна в декларации Венедиктова и выяснил, где именно руководительница ГПУ живет в Киеве, и спросил у нее, почему она не декларирует свое жилье. Все частное, пожалуйста, с запросом на публичную информацию отвечу, потому что мне кажется, что это абсолютно нормально, что я тоже живой человек, что я тоже где-то живу, живут здесь мои дети и так далее. Поэтому давайте уважать друг друга, жизнь друг друга и задавать те вопросы, которые не будут вредить комфорту моей семьи настолько, насколько это можно сделать. Вскоре после обнародованных нами фактов к дому, где жила генпрокурор, начали приходить активисты, напомнить о важности раскрытия преступлений ее ведомством. Из-за этого, как позже объяснит Самагин прокурор, она была вынуждена искать другое жилье. Какое жилье тогда она выбрала? Как сообщили СМИ в сентябре этого года, Венедиктова переехала вот в этот дом общей площадью почти 700 квадратных метров в комплексе отдыха Пуща-Водица, заведует которым государственное управление делами. Причем дом, который арендовала Ирина Венедиктова, не только одно из самых обустроенных помещений на территории комплекса. Он также имеет статус государственной резиденции. В сентябре мы зафиксировали, как кортеж Ирины Венедиктовой утром выезжал с закрытой территории, и как этот же кортеж заезжал в ГПУ. Мы решили тогда изучить, на каких условиях генпрокурор арендует государственную резиденцию, сколько это ей стоило, и можно ли это считать недоступной для других привилегией. Ведь, как стало известно, Венедиктова воспользовалась секретным постановлением Кабинета Министров за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля, который внес изменения в другое правительственное постановление о государственных дачах и резиденциях, что позволило пользоваться ими не только президенту, премьер-министру и спикеру, как это было раньше, но и другим гражданам. Вот только, как оказалось, на практике воспользоваться таким правом рядовой гражданин не сможет. Потому что не узнал бы о такой возможности. А когда мы отдельно спросили государственное управление делами, можно ли взять в аренду государственную резиденцию или дачу, там нам ответили отказом. Договор об аренде государственной резиденции с Венедиктовой подписал на тот момент руководитель комплекса, пущеводица Евгений Егоров, который, как выяснилось, является фигурантом дела Генеральной прокуратуры, которая слушается в Аболонском суде, то есть подозреваемым в деле, которое расследуют подчиненные Венедиктовой. Но, наверное, самое интересное – это то, сколько стоило генпрокурору аренда резиденции. Комплекс предоставляет во временное пользование государственную резиденцию общей площадью 675,1 квадратных метра, состоящую из жилого дома, в котором шесть комнат, и других вспомогательных помещений и имущества. За пользование предоставленным помещением пользователь платит ежемесячно в размере 63 990 гривен. Правильно ли была рассчитана цена аренды для Венедиктовой? Мы получили расчеты, утвержденные Государственным управлением делами. Согласно им, аренда одного квадратного метра помещений первого класса комплекса отдыха пущеводица составляет 320 гривен в месяц. Даже Венедиктова по условиям договора платила 95 гривен в месяц. То есть, взяв за основу такой расчет, аренда государственной дачи для генпрокурора должна была обойтись более чем в три раза дороже. Мы, конечно, поинтересовались у руководительницы офиса генпрокурора, почему так. В ответ она пообещала разобраться в расчетах, а разницу в деньгах, если такая окажется, доплатить. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно, и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату. И отдельно сообщила, что решила, как можно скорее переехать. Прошло более двух месяцев, уже успели появиться новости об очередном переезде генпрокурора с семьей. А вот о результатах служебных проверок и доплате за аренду госдачи ни слова. Мы снова обратились с вопросами к офису генпрокурора и комплексу Пущаводица. Венедиктова платила средства за проживание в размере, предусмотренном договорами пользования домом. На дату предоставления ответа на запрос государственная резиденция не используется. В офисе генпрокурора подтвердили, из Пущаводицы Ирина Венедиктова выехала. Дополнительно за проживание там не платила. Никакой дополнительной платы за проживание в государственной резиденции Ирина Венедиктова не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена ею в соответствии с расчетом в договоре о предоставлении в пользовании госрезиденции. Месячная плата за пользование госрезиденцией полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования одного квадратного метра имущества, предоставленного в пользовании и периода, в который Ирина Венедиктова пользовалась им. То есть, если коротко, даже несмотря на официально утвержденные расчеты, из которых следует, что аренда одного квадратного метра должна была обойтись в три раза дороже, ни сама генпрокурорка, ни чиновники в Пущаводице проблемы в этом не видят. Депутатская приемная, как и берег. Недавно мы рассказывали о том, как ряд народных депутатов размещают свои приемные в бизнес-центре «Миллениум». Это здание известно как офис олигарха Игоря Коломойского в Киеве. Таких мы насчитали как минимум семеро, как депутаты от правящей партии «Слуга народа», так и от близкой к Коломойскому группе «За майбутня». Вот в этом здании по адресу Владимирская 12 избранники разместили свои приемные. Некоторые даже не в одном, а сразу в нескольких офисных помещениях и даже в частях холла на нескольких этажах. А несколько депутатов вообще указали целый этаж или даже целое здание своей приемной. На всех этажах, на седьмом, восьмом, девятом этаже «Иногда там, да, да». Это все ваши офисы. «Это все офисы, где я могу вести приемы». До одних приемных мы пробовали дозвониться, а другие попасть физически. И как обнаружил наш эксперимент, на практике в этих помещениях приемы граждан не проводятся. А вот что дает статус общественной приемной депутата, так это усложнение проведения правоохранителями потенциальных обысков и других следственных действий, потому что на это нужен зеленый свет от генерального прокурора. Заинтересовало нас отдельно и то, на каких условиях все эти депутаты арендовали помещения в самом центре Киева. Частично ответ мы нашли в декларациях народных избранников. Так, Игорь Палица из группы «За майбудни» и многолетний соратник Коломойского, который указал весь пятый этаж бизнес-центра «Миллениум», в отчетности за 2019 год отметил, что почти 320 квадратных метров офисной площади получил от фирмы «Глобал Эстейтс», которая владеет «Миллениумом», бесплатно. Нардеп Руслан Требушкин также задекларировал безвозмездное пользование офисом на 62 квадратных метра, предоставленным фирмой владельцы бизнес-центра. А что касается других депутатов, на каких условиях они получили квадратные метры в «Миллениуме»? «Мы направили им запросы». Депутат Ольга Василевская-Смоглюк от «Слуги народа» ответила, что пользуются своими помещениями на основании договора с суды, то есть тоже бесплатно. Коллеги Палица по депутатской группе «За майбудни» Ирина Констанкевич и Тарас Батенко предоставили два идентичных ответа – пользуются помещениями на основании гражданско-правового договора. Впрочем, не захотели говорить, платят ли они деньги за аренду и сколько. Не ответили на запрос «Слуги народа» Александр Дубинский и Александр Куницкий, как и компания «Глобал Эстейтс», которая непосредственно сдает парламентариям помещения в аренду. Мы также поинтересовались у Игоря Коломойского, чья это была идея разместить приемные народных депутатов по адресу его офиса и почему такая услуга депутатам предоставлена бесплатно. Он ответил, что здание бизнес-центра ему не принадлежит и офиса там у него уже нет. А тот факт, что ряд депутатов разместили в миллениуме свои приемные на безвозмездной основе, считает просто совпадением. Сколько может стоить аренда таких помещений? На профильных сайтах указывается арендная ставка в этом бизнес-центре – это 40 долларов за квадратный метр в месяц. Впрочем, ряд народных депутатов пользуются офисом бесплатно, а юристы расценивают это как возможное нарушение ими закона о предотвращении коррупции. На самом деле, такие действия народного депутата могут трактоваться или как нарушение ограничений относительно получения подарка. В этом случае мы можем наблюдать, что народный депутат приобрел, даже если на безвозмездной основе получил временное право пользования офисным зданием, которое другие люди, другие рядовые граждане Украины не могут получить на так же условиях, то есть мы здесь можем говорить о предоставлении определенных льгот или услуг по более низкой рыночной цене, например. Поэтому такие действия, в принципе, могут рассматриваться как административное правонарушение. Проверить это и дать свое заключение также могло национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, если бы их полномочия не были заблокированы недавним решением Конституционного суда. Решение Конституционного суда лишило почти всех полномочий на ЗК. У них остались полномочия по ведению определенного сотрудничества с обличителями коррупции и тому подобное. Но все контрольные полномочия, контрольные функции, такие как проверка деклараций, проверка того, есть ли конфликт интересов, мониторинг образа жизни и так далее, Конституционный суд забрал на ЗК. Рассказывая о приемной, мы вспомнили среди прочих депутата Александра Куницкого и сегодня к нему особое внимание. Александр Куницкий, он же до прихода в политику ЗП Санек, известный автоблогер. Отойдите, пожалуйста, сюда, я хочу присесться, потому что вы стоите на проходе. Сейчас же народный депутат в президентской полисилы слуга народа. И этот свой депутатский мандат, как мы выяснили, он использовал в интересах частого бизнеса, связанной с ним группы компаний «Автэнтерпрайз», которая специализируется на электромобилях, продает, покупает, обслуживает и устанавливает для них электрозарядные станции. Причем сам Куницкий отношения к этому бизнесу никогда не скрывал и даже публично годами выступал от его имени. Компания «Автэнтерпрайз» в связи с расширением набирает штат новых сотрудников. Если ты любишь работать с профессионалами и хочешь создавать будущее, тебе именно к нам. Как именно депутат использовал свои полномочия для этого? Мы собрали тогда несколько ярких примеров, подтвердив документами и фактами. В частности, установили, что Куницкий писал депутатские обращения в Генеральную прокуратуру, где жаловался на следователей Государственного бюро расследований, изучающих деятельность компании из группы «Автэнтерпрайз» и предлагал воспудить дело против них самих. Нардеп также жаловался тогдашнему директору ГБР Роману Трубе на фискалов, которые расследовали уклонение от уплаты налогов «Автэнтерпрайза» и также требовал открыть уголовное производство и их отношения, чего в итоге добился. Во время общения с разными информированными источниками мы получили несколько голосовых сообщений, на которых, вероятно, Куницкий осведомленно и проактивно обсуждает дела бизнеса «Автэнтерпрайз», уже будучи в статусе депутата. Помимо этого, Куницкий пытался разместить электрозарядные станции «Автэнтерпрайза» у дома, где жил, и прямо на парковке Верховной Рады, снова используя для этого депутатские обращения. Я договорился с аппаратом Верховной Рады о том, что они дают возможность поставить зарядную станцию на территории у них. Но на этом не остановился. Он также продвигал интересы этого бизнеса, подавая законопроекты, непосредственно связанные с рынком электромобильной инфраструктуры. А еще Александр Куницкий, будучи депутатом, разместил свои общественные приемные не только в бизнес-центре в Киеве, где находился офис Коломойского, но и в офисах компании «Автэнтерпрайза» в Харькове. А это, как мы уже выяснили, служит предохранителем от потенциальных обысков, ведь только генеральный прокурор может позволить провести там следственные действия. И это была не последняя наша находка. Мы также установили, что пользуются Куницкий автомобилем, который принадлежит компании из группы «Автэнтерпрайз» с 90% скидкой. Такие действия народного депутата Александра Куницкого юристы оценивают недвусмысленно. На наш взгляд, здесь есть основания говорить о злоупотреблении своей властью, что является коррупционным уголовным правонарушением. Но усмотрели ли в таких действиях Куницкого нарушения не только юристы, но и антикоррупционные и правоохранительные органы? На письмо общественной организации Центр противодействия коррупции с изложенными в расследовании фактами отреагировали в НАЗК, сообщили, что начали мониторинг действий Куницкого. А в конце концов, все-таки усмотрели в его действиях нарушения антикоррупционного законодательства, в частности, совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов. Статья, по которой на ПК квалифицировала действия Куницкого, совершение действия в условиях конфликта интересов, предусматривает штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также, как следствие, после решения суда последующее внесение в реестр коррупционеров. В НАЗК агентстве также сообщили, что вызвали Куницкого ведомства для составления протокола, но тот не пришел. Впрочем, и наказание избежал, опять же, благодаря решению Конституционного суда, который лишил на ПК полномочий составлять такие протоколы. Но если у НАЗК агентства теперь, похоже, не будет шансов привлечь слугу народа к ответственности, то не исключено, что это смогут сделать в другом антикоррупционном ведомстве – Национальном антикоррупционном бюро. Мы направили туда запрос по поводу того, изучают ли детективы бюро факты, изложенные в нашем расследовании. Там ответили, что это – тайна следствия. Но если тайна, то все-таки уголовное производство существует. И действительно, как нам удалось выяснить, детективы начали досудебное расследование по статье 368-я, то есть принятие предложения обещания или получения неправомерной выгоды. Сам Куницкий на наши многочисленные просьбы о комментарии не отреагировал. Значит, следите за различными событиями обязательно. Но есть такие истории, в которых срабатывает другой механизм – международный, когда результаты наших расследований становятся основанием для расширения санкций со стороны других стран. И здесь речь о куме российского президента Владимира Путина, нардепе от ОПЗЖ Викторе Медведчуке. Бизнес его семьи неоднократно попадал в поле зрения моего коллеги Максима Савчука. Одно из последних расследований о том, как продукция новошахтинского завода нефтепродуктов, большая часть которого принадлежит супруге Медведчука Оксане Марченко, через посредника швейцарскую фирму с орбиты депутата Госдумы РФ поставляется в Соединенные Штаты Америки. Покупает продукцию известная корпорация ExxonMobil. Они отказались комментировать по сути, лишь подчеркнули, что ожидают, что поставщики, подрядчики и исполнители будут придерживаться законов, правил и норм, применяемых к их бизнесу. Виктор Медведчук комментировать деловые вопросы отказался. Сам политик находится под действием американских санкций 2014 года и при любой возможности критикует действия и политику США. Мои любимые в кавычках американцы. А также не скрывая, что на самом деле бизнес, которым владеет жена, контролирует именно он. Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом. Раз. А управляю бизнесом я. Могли бы в таком случае Соединенные Штаты наложить санкции на швейцарскую компанию, которая выступает посредником в транзите нефти в Америку? Об этом мы спросили дипломата Дэниела Фрида, который долгое время работал координатором Государственного департамента США по санкционной политике. Многое зависит от конкретики, но это тот случай, то, о чем вы мне рассказываете, это тот тип информации, который управление контроля за иностранными инвестициями или другие, могут проверить. Некоммерческая организация The Silly Institute, расположенная в Фраге и предоставляющая последипломное профессиональное юридическое образование, обратилась в Государственное казначейство Соединенных Штатов Америки с изложенными в расследовании фактами и спросила, может ли это стать основанием для внесения Новошахтинского завода нефтепродуктов и швейцарской компании в посредниках перечень американских санкций. Опыт показывает, что к такой информации в Штатах относится серьезно. Два года назад мы рассказывали, как Россия продолжает раздавать лицензии на украинские месторождения в аннексированном Крыму. Один из таких участков – губокую. Как выяснили схемы, отдали российской частной компании новые проекты, директор которой, как оказалось, является бизнес-партнером семьи Медведчука-Марченко. А уже спустя полгода Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины внес эту компанию в санкционный список, как и Соединенные Штаты. Искренне благодарю. Мы часто показываем одну сторону нашей работы, но не всегда рассказываем о другом, когда журналистам пытаются помешать в выполнении профессиональных обязанностей, а те, кто такие препятствия создает, так и не отвечают перед законом. Меня зовут Михаил Ткач, я журналист радио «Свобода», и я у себя в квартире обнаружил признаки нахождения прослушивающей аппаратуры. Это произошло в августе этого года. Мой коллега обнаружил у себя дома признаки установки устройства, негласного слежения. Это какой-то специальный прибор, который сверху был просверлен, и сюда, очевидно, был проведен микрофон для того, чтобы фиксировать, может, видео, может… Мы не знаем. Еще до приезда полиции журналисты нашли место на чердаке, куда, вероятно, вело отверстие в потолке на кухне. Сотрудники полиции, прибывшие в ту ночь на вызов, тогда сообщили, что только специалисты со специальным оборудованием могут обнаружить, действительно ли там есть прослушивающее устройство, и уехали, не обеспечив надлежащей охраны чердака. Другая группа провела проверку на чердаке, но подручными средствами. Это палочка? А у вас нет никакой спицы или, к сожалению, на месте нет? Позже правоохранители обнаружили три отверстия, одно из которых было сквозным, что доказал эксперимент с водой. Позже опрошенные радио «Свобода» узкоспециализированные специалисты и известные криминалисты-юристы скажут – отверстия в потолке квартиры и на чердаке, вероятно, свидетельствуют о попытках установить записывающее устройство. На самом деле, такого отверстия достаточно для установки как фиксирования звука, так и видеонаблюдения. Техника такая есть – достаточно трех миллиметров вообще. Было ли это сделано работниками правоохранительных органов или кем-то другим? Очень многие специалисты сейчас находятся на вольных хлебах и, в принципе, специалистов хватает сколько угодно. При каждой возможности адвокат настаивал – нужна спецпроверка и как можно быстрее. Ведь пока чердак опечатан, нельзя обеспечить охрану места событий даже самостоятельно, то есть силами редакции. С 8 августа национальная полиция проводит расследование по двум статьям – нарушение неприкосновенности частной жизни и по незаконному оборону использованию скрытых записывающих устройств. С тех пор правоохранители не поделились результатами своего расследования. Досудебное расследование в настоящее время продолжается. Более подробные сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора. Сказать, что идет какое-то эффективное расследование крайне трудно. Это просто обычная, традиционная такая постановка вопроса для национальной полиции, когда они не видят перспективы быстрого расследования, они просто это дело сливают фактически. Делают какие-то запросы, какие-то экспертизы длительные, и на этом они завершают расследование. Фактически расследование, на наш взгляд, не происходит. После этого инцидента со съемочной группой схем в августе случился другой. В доме неизвестный сожгли автомобиль бессменного члена команды Бориса Мазура. Произошло это ночью, а уже утром президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли машину программы схемы. На следующее утро после поджога журналисты собрали видео с камер наблюдения свидетелей инцидента, что и позволило увидеть момент поджога машины редакции. Через неделю министр внутренних дел Арсеновакова считался, что сотрудники Наспола задержали жителя Луганщины, которого подозревают в поджоге автомобиля. Уже спустя несколько дней после этого Броварской суд определил ему меру пресечения. Арест на два месяца с залогом почти 175 тысяч гривен, который был внесен меньше, чем за неделю. Еще двух исполнителей поджога автомобиля Насполиция объявила в розыск. Их портреты опубликовал начальник областной киевской полиции Андрей Небытов и даже озвучил мотив. Это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей. Руководство МВД публично и на встречах с редакцией настаивало, они близки к установлению заказчиков поджога. Информированность о ходе расследования и веру в его успешность демонстрировал и президент Владимир Зеленский. Мы всегда защищаем журналистов. И кстати, нашли же людей, которые подожгли автомобиль. Они найдут всех людей, которые кого-то запугивают или поджигают. Минуло прошло почти четыре месяца. Исполнилось ли обещание Зеленского о привлечении виновных к ответственности? Подтвердился ли озвученный руководством областной полиции мотив преступления? Нашли ли заказчиков? Оно расследовалось до поры до времени. Быстро установили лица, которые могут быть причастны, каким образом происходило преступление, проведен обыск, задержан один человек, два человека объявлены в розыск. Дальше ничего не происходит. Как заверяла нас руководство Министерства внутренних дел, что указанные лица, находящиеся в бегах, будут задержаны, что проводится, опять же, поиск их активный. Но, как мы видим, три месяца ничего не дали. Эти лица не были найдены. А мы продолжим и дальше готовить для вас новые расследования. На сегодня это все. Вы смотрели «Схемы Ньюз», проект программы журналистских расследований «Схемы». Увидимся через неделю. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин